Чингис Абдулаев И это да. Когда он решил сошантажировать видеокомпроматом одного из самых элитных своих клиентов, он был готов к риску, к опасности, но не к тому, что запутается в лабиринте чужих далеко идущих планов. Не к тому, что его попытаются сделать даже не пешкой, но ферзем в чужой игре. В игре сложной, изысканной и смертельно опасной. В игре выйти из которой практически невозможно. Дело в том, говорит дипломат, что мы с женой долгие годы жили и работали за рубежом. Там привыкаешь к разным мелочам, появляются свои слабости, в общем, иногда позволяешь себе расслабиться. Вы меня понимаете? — Это пока предварительное решение правительства, — осторожно сказал Лепин. — Вы знаете, что Украина не платит нам за поставки нефти и газа. Мы пытаемся решить проблему в комплексе. — Это ты нашему премьеру очки втирать будешь, — перебил его Тальковский. Мне про долги рассказывать не нужно. Хочешь в обход отправлять газ через Белоруссию и Турцию? Пока она готовила кофе, я терпеливо ждал, не начиная разговор. Наконец она налила кофе и села напротив. — Когда? — спросила она, произнеся одно слово. — Иногда ты меня удивляешь, — сказал я Валентине. — Могла бы расспросить о жизни, рассказать о себе, хотя бы ради приличия задать несколько вопросов. — Зачем? — она смотрела на меня своим спокойным взглядом, словно мы говорили о вчерашней погоде. О моей жизни вы все знаете, подозреваю, что даже лучше меня самой. Наш актер привез Ольгу, как обычно, на Кутузовский проспект. Сначала они занимались любовью. Ненавижу это слово. Почему не сказать прямо, чем именно они занимались? Но у нас ханжеское общество, ничего так просто не скажешь. В общем, они занимались сексом. И в самый разгар он вдруг начинает рассказывать о своей бывшей жене и неожиданно говорит, что у нее кто-то появился. Ольга не реагирует. Тогда наш актер осторожно роняет, что друг жены — бывший спортсмен. — А если они будут рекомендовать другой вариант? — спросил Тарковский. — Не будут. Это решение нашей комиссии. — Я вас спросил, — терпеливо напомнил банкир. — Тогда я тоже изменю свое решение, — выдавил премьер. — И доложу об этом президенту. — Хорошо. Тарковский положил трубку и сразу же поднял ее снова и набрал номер телефона Лепина. — Я так и думал. Я с самого начала так и думал. В общем, Галина теперь была бракованным экземпляром. На ней можно ставить крест. Такие стрессы просто так не проходят. Я несколько раз присутствовал при абортах. У меня работа такая. Все нужно самому проверять. Скажу вам честно, это такая мерзость. Так отвратительно на все это смотреть. Может, поэтому я не очень люблю секс и все, что с ним связано. Он забыл обо всем на свете, почти обезумев от нарастающей боли. Через несколько секунд ему на голову вылили стакан холодной воды, и он начал снова приходить в себя. Успокоился чудовищно равнодушным голосом, спросил чедушный тип. — Итак, первый вопрос. Кто тебе поручил снимать Лепина? Скотч сорта снова сняли. — Подожди, Арчил, я тебе все расскажу. Мы ведь друзья. Это была запись встречи одного должностного лица с моими девочками. — У этого лица есть фамилия? — мрачно осведомился Арчил. — Есть. Я все еще тянул, хотя понимал, что сказать придется. — Есть. Это Владислав Николаевич Лепин, вице-премьер правительства. Он был в постели с тремя моими девочками. — Какой молодец, — сказал Арчил без всякого выражения. И затем лихорадочно начал нажимать кнопки, набирая нужный телефон. На другом конце ответили почти сразу. — Это я, — сказал Тальковский. — Наш друг, кажется, решил немного поиграть с нами. — Что случилось? — спросил его собеседник. Он оказался в больнице с сердечным приступом, и заседание правительства прошло без него. — Они отменили решение? — Они поддержали решение комиссии. По-моему, наш друг решил таким образом провести нас всех. Не нужно говорить по телефону. Я все понял. — Что я должен сделать? Он не должен был заболеть. Даже если он действительно заболел, то сделал это очень не вовремя. Нужно показать всем его истинное лицо. Все ясно. Мы начнем завтра. Югансен прошел к дивану, сел, и только тут я заметил на его лице огромный синяк. Я прикляделся. Синяк был свежий. — Что случилось? — спросил я нашего психолога. — У меня были гости, — объяснил мне Югансен. — Какие гости? Зачем вы открыли им дверь? Я не открывал. Я приехал с работы, поужинал, а затем спустился вниз, чтобы купить молоко и минеральную воду. Когда вернулся домой, они уже ждали меня перед дверью. Пришлось пустить их и даже побеседовать. — И они вас не тронули? Я не очень верю в такие чудеса. Похоже, Югансен рассказал им все, что они хотели знать. — Как видите, тронули, — он показал на синяк. — И вообще я понял, что это настоящие садисты. С такими лучше не спорить. Кассета лежала на столе руководителя канала. В течение дня он несколько раз просматривал ее, понимая, что с одной стороны ее придется показать, а с другой его репутацией будет нанесен невысполнимый урон. Поэтому руководитель мучился сомнениями, не зная, как поступить. Тем более, что на кассете была зафиксирована встреча вице-премьера Лепина с тремя проститутками, и спутать Владислава Николаевича с кем-то было почти невозможно. Арчилл видел этого человека лишь дважды, но его хриплый голос запомнил на всю жизнь. — Это Валериан, — говорит, — услышал он. — Что у тебя за проблемы с какой-то женщиной? — Никаких проблем, батонно-Валериан, — переводя дыхание, сказал Арчилл. — Мой друг попросил отвезти его женщину в аэропорт, — добавил он на грузинском. — Вдруг попросил, — переспросил Гагаберидзе. — Нет, вы заботитесь о девочках, но это забота пастуха о своих коровах. Он следит, чтобы они были накормлены, чтобы нагуляли мясо, дали хорошее молоко. И когда их уводят на убой, он их даже по-своему жалеет. Но растит он их не для любви, а совсем для другого. — Тебе в МГУ поступать нужно, на философский факультет. — Тоже мне, корова, — проворчал я. Я прицелился, двое стояли рядом. Как хорошо, что в нашем институте искусств не было военной кафедры, иначе бы меня не взяли на год в армию, и я бы не научился стрелять из автомата. Длинной очередью я уложил обоих и сразу упал на пол. Они в ответ начали обстреливать дом. Куски камня и стекла летели во все стороны. У нападавших в руках были автоматы и пистолеты. Хорошо, что они не догадались взять гранаты. Видимо, они не думали, что я смогу оказать им сопротивление. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова